Друзья, вы на Ньюсейдере, я Александр Кушинарь. Сегодня 3 февраля. Разные источники сообщают о том, что под Бахмутом возобновились очень жестокие бои и сейчас идет непосредственно штурм города силами вагнеровцев и вообще всей этой сборной солянки. Судя по картам, которые рисуют некоторые аналитики, ситуация выглядит следующим образом. Полусфера Бахмута с восточной стороны находится под давлением российских сил. Они прут буквально со всех сторон. Источники сообщают, что сейчас россияне подогнали туда просто гигантское количество человеческих ресурсов и атакуют именно пушечным мясом, не бронетехникой. То есть это, собственно, вот та история, которая у нас была под солидаром. Солидар, как известно, россияне взяли ценой гигантских человеческих потерь, положив там около 5000 только убитыми, ну и около 15 тысяч ранеными получили. Под Бахмутом, я думаю, тактика та же самая. Собственно говоря, эта тактика, это по большому счету тактика вот этих малых штурмовых групп. То есть россияне отказались от крупных подразделений, когда штурмующие шли числом сразу двести, триста, четыреста человек с кучей бронетехники. Просто потому, что они поняли, что это жирная мишень. И решили разделить вот эти вот триста человек на десять-двадцать разных маленьких групп. И теперь они, как известно, штурмуют группами численностью от десяти до тридцати человек. Потому что таким образом, даже если одну такую группу убивают, то на ее место отправляют ровно с тем же самым заданием. Следующие вот эти вот десять-двадцать-тридцать человек. И так до тех пор, пока очередная волна из этих тридцати человек наконец не возьмет очередной участок, очередной окоп, очередной подъезд, ну и так далее. Ну и при этом, когда эти группы по тридцать человек прут сразу с разных сторон, когда этих групп сто, двести, триста, и они отовсюду сразу лезут, то вы можете уничтожить, ну, допустим, половину из них, но вторая половина где-то до закрепицы. Да даже если десять процентов вот изначального состава достигнет какого-нибудь очередного участка, какого-нибудь квартала, какого-нибудь сортира, какого-нибудь подгоря, то, соответственно, для российской саранчи это уже будет успехом. Они это называют освобождением, они это называют продвижением, они это называют вот то, что мы говорим наступление. Вот так они наступают. Это, конечно, в общем, не укладывается ни в какие рамки, потому что это не наступление, это именно тактика тараканов, которые вот просто набегают какой-то гурьбой, и вы их можете уничтожить просто в гигантском количестве, но если этих тараканов, скажем, миллиарды, то что вы сделаете? Эти тараканы все равно прорвутся так или иначе в какой-нибудь дощель. У украинцев такой роскоши разбрасываться людьми нету, у украинцев нету столько человеческого ресурса, у украинцев пока что нету, по крайней мере, вот на данном конкретном направлении, столько бронетехники и прочих вооружений, чтобы остановить вот всю вот эту саранчу, и поэтому украинцы как могут так защищаются в этой ситуации. Нужно понимать, что вот при таком раскладе, видимо, рано или поздно из бахмута украинцам придется уходить, и вот тут весь вопрос, сколько украинцы там продержатся. В любом случае, украинцы не получат тяжелое наступательное вооружение от Запада в течение месяца, вот если бы в течение месяца украинцы могли бы получить, и причем получить так, чтобы прямо вот сейчас применять на фронте, то да, можно было бы остановить вот это наступление под бахмутом. Но сейчас пока что этих вооружений нет, их не будет, возможно, месяц, возможно, два месяца, возможно, три месяца. Говорят, что некоторые вооружения, например, зайдут только в конце весны. Поэтому, собственно, американские военные сейчас и советуют ВСО на самом деле тянуть время, но и, возможно, даже сдать бахмут. Генштаб ВСО, по всей видимости, бахмут вот именно сдавать не собирается, то есть собираются биться столько, сколько хватит сил, и об этом именно и сказал сегодня президент Украины Владимир Зеленский. И не хотят они вот так просто сдавать именно по той простой причине, что тогда следующим бахмутом станет, ну, условно говоря, Славянск или Краматорск. То есть задача заключается в том, чтобы на каждом новом этапе заставлять российскую саранчу тратить себе как можно больше сил. И один из украинских воинов так именно это и объяснил, в чем, собственно, тактика ВСО вот при нынешней ситуации, при нынешнем раскладе заключается. Она заключается, по его словам, в том, чтобы заставить тратить россиян огромное количество сил на каждом метре. То есть так, чтобы каждый подъезд, каждый квартал, каждый дом в том же бахмуте, россиянам давался ценой потерь сотен человеческих жизней. И вот именно эту тактику, по всей видимости, ВСО сейчас и реализуют. Под бахмутом будут реализовывать везде, где вот сейчас россияне будут пытаться наступать числом. А я уже говорил неоднократно, что россиян только эта тактика и осталась. Брать числом, но при этом вот это число, вот эту самую общую массу разбивать на множество маленьких групп. Вот это их тактика зомби, тактика саранчи, тактика рыжих собак из Маугли. Вот что можно было с этими собаками из Маугли сделать? Ну, просто по мере возможности их уничтожать, в данном случае уничтожать до прибытия вот тех самых основных сил, из которых ВСО как раз и собираются сделать вот тот самый ударный кулак. Пока этого кулака нету, значит, нужно, вот как и сказали американцы, выигрывать время, делать все, чтобы российская страна не продвинулась достаточно далеко, но и при этом, с другой стороны, стараться беречь все-таки боеспособные части. На самом деле, совет представителей Пентагона, украинскому генштабу, может быть, сдать бахмут, как раз имеет вот тот смысл, чтобы украинцы сберегли побольше своих боеспособных сил, потому что эти боеспособные силы Украине пригодятся для чего? Ну вот, опять же, как говорит Пентагон, для того, чтобы, например, форсировать южное направление. Какая из этих вот тактик все-таки будет принято в генштабе ВСО, мы увидим на практике. Ну, пока что, еще раз, судя по тому, что решили в генштабе ВСО, мы видим следующее, что ВСО будут действовать так, как они действовали в Северодонецке и Лисичанске. То есть, все-таки задерживать врага, все-таки не сдавать территории без совсем уж крайней необходимости. То есть, по крайней мере, если нету непосредственно угрозы окружения, хоть для какой бы то ни было украинской группы, даже самой маленькой, украинцы будут биться за соответствующий участок. В Солидаре произошло именно так. То есть, там украинцы отступили очень грамотно. И как свидетельствовали даже журналисты СНН, когда украинцы отодвигались, они отодвигались не хаотично, они отодвигались не в панике, они отодвигались организованно. И это было именно это движение. Это ни в коем случае не выглядело как какое-то бегство. То есть, мы знаем, что украинцы отошли в Солидаре на западные его окраины, потом чуть дальше закрепились на высотах. И сейчас, в принципе, достаточно уверенно себя чувствуют на этих высотах, обстреливая тех, кто сейчас закрепился из россиян в Солидаре. И россияне от этого, конечно, очень и очень серьезно страдают. Эта тактика, в принципе, оправдала себя. Еще раз, россияне положили в Солидаре или под Солидаром до 20 тысяч убитых и раненых. И фактически они толком ничего не добились. Да, они получили, может быть, какое-то преимущество в смысле возможности наступать с севера на Бахмут. Но, тем не менее, мы видим, что они это преимущество не могут разыграть по-настоящему эффективно. Если бы Бахмут был бы захвачен россиянами буквально через несколько дней после того, как взят был бы Солидар, а взят Солидар был, как мы помним, примерно 12-13 января, то еще можно было бы о чем-то говорить. Но россияне, на самом деле, как мы видим, уже застряли в Солидаре. Они продолжают, на самом деле, обламывать зубы от Бахмут. Ну и посмотрим, конечно, что будет дальше. Но, в любом случае, в некоторой смысле, уже вот эта тактика ВСУ по изматыванию врага на нестратегических участках, она работает. Я хочу сказать, что, конечно, Бахмут, в общем-то, все военные эксперты, в том числе в Пентагоне, считают не очень значимой точкой. Это не какой-то сверхважный стратегический транспортный узел. Да, без него будет немножко тяжелее, конечно, хотя бы уже потому, что дальше, если россияне захватят Бахмут, то они попрут уже на славянский Краматорск. То есть, это в любом случае проблема, которую, ну, если не сейчас, то потом нужно будет решать. Но здесь такая история, что приходится выбирать из двух зол наименьшим. Ну и вот ВСУ считает, что наименьшим злом будет вот именно такая тактика. Тактика изматывания врага до момента, пока подойдут вот эти вот тяжелые ударные вооружения от Запада. Еще раз говорю, как все мы теперь знаем, они подойдут в срок примерно от полутора до пяти месяцев. Ну и на самом деле, конечно, для разных вооружений это будет разный срок, в том числе и в связи с тем, что на некоторых вооружениях украинцам элементарно дольше учиться. Это в первую очередь, конечно, речь идет о танках западного производства. Бронемашины пехоты тоже некоторые таковы, что на них нужно учиться, по крайней мере, хотя бы несколько недель. И речь идет, например, о тех же Брэдли. Какие-то машины украинцы могут сразу освоить. Но, опять же, здесь очень важно получить именно ударный кулак. Если вы на каких-то машинах ехать можете уже завтра, то это не значит, что их нужно тут же бросать в бой. Потому что этих машин будет недостаточно для создания этого ударного кулака. Нужно дождаться будет тех же Брэдли и других бронемашин. А может быть даже имеет смысл дождаться и танков. И вот если украинцы собираются собрать именно под ключ этот кулак вместе с танками, ну тогда уже придется действительно ждать до конца мая. Ну и вот эти три месяца поэтому и называются самыми тяжелыми. В любом случае нужно понимать следующее. Если украинцы вынуждены будут в конечном итоге отступить из Бахмута, это достаточно ожидаемое событие. Да, это в символико-идеологическом плане будет раздуто российской пропагандой так, как будто бы они уже взяли там американские Вашингтон и Нью-Йорк. Ну или в крайнем случае вот-вот сейчас подберутся к ним. Но мы прекрасно понимаем, что это на самом деле такая же пирова победа, как и тот же Солидар. То есть в принципе это не более чем пропагандизм. То есть в конце концов нужно понимать и то, что россияне, накопившие ну как минимум 300-400 тысяч мобилизованных к тем 200 или 300 тысячам, которые были у россиян уже на тот момент, то есть к сентябрю-октябрю на фронте, это всего 600 тысяч человек. 600 тысяч человек, которые так или иначе, какие-то из них держат автоматы, у некоторых есть БМП, некоторые на танках ездят, у многих есть минометы, так или иначе какие-то снаряды подводятся и так далее. Вот эта вся саранча, она прет, прет и прет, ну и по большей части именно с живой силой. То есть все украинские военные говорят одно и то же, что страшны они не тем, что у них есть какой-то там боевой опыт, что они качественно как-то воюют, что у них какая-то бронетехника есть. Нет. Они говорят, что в основном вся проблема именно в количестве живого мяса. Ну и плюс, конечно, это вот дрон и ланцет, которые периодически доставляют большие проблемы украинским, ну тем же артиллеристам. Это проблема с устройствами радиоэлектронной борьбы, которых россиян тоже немало, и они сейчас стали милитаризировать вот эти вот устройства РЭП, как вот рассказывают украинские специалисты, которые занимаются этим, что вот РЭП теперь у россиян стали такие, они стали миниатюрные, россияне их прячут где-то в окопах, они работают в автоматическом режиме, и когда дрон украинский подлетает к нему, тот автоматически срабатывает и убивает этот дрон, в том числе врубая связь дрона с оператором. Вот такие вот устройства РЭП у россиян, потому что у россиян, к сожалению, все еще есть возможность закупать импортные комплектующие. Да, это делается через многочисленные черные сети, сети по обходу этих санкций. Эти сети периодически раскрывают, рвут, но образуются новые. Мир несовершенен, в этом мире полно тех, кто просто за деньги мать родную продаст, да что там говорить, если даже вот в американской федеральном бюро расследований, в общем, можно сказать, Дерипаска завербовал агентов ФБР, причем ископоставленного. Можем представить себе, в общем, степень проникновения российского олигархата, следовательно, степень проникновения и российской агентуры в самых разных местах, начиная, кстати, от Украины, заканчивая, не знаю, какой-нибудь Францией, например, и все это, конечно, держится в основном на деньгах, потому что, ну а чем, собственно, еще привлечь внимание вот этих людей, кроме как деньгами, то есть об идеологии здесь речь не идет, но суть в чем, что вот у России пока есть еще все-таки возможность обходить санкции и закупать вот те компоненты, с помощью которых она создает вот эти системы, рэп свои, вот эти дрончики и так далее. И еще раз, мясо, мясо, еще раз мясо. Я просто хочу, чтобы вы понимали соотношение сил России, их просто сейчас все еще в 3-4-5 раз больше, чем у Украины, поэтому украинцы держатся здорово. И именно поэтому я говорю, не нужно переживать, если все-таки Бахмут придется оставить. В любом случае, если его оставят, а точнее говоря, это будет не оставление, в смысле вот подарили, а это будет организованное вступление, то украинцы это сделают после того, как они причинят россиянам колоссальный вред, в смысле уничтожение живой силы, ну и насколько это будет возможно, бронетехники. То есть цену россияне уже заплатили гигантскую за Солидар и за Бахмут. И Бахмут и Солидар, вообще все это восточное направление, это то, что заставляет россиян отвлекаться на это. Это то, что как магнитом притягивает значительно их силы и не дает, соответственно, россиянам наступать на других направлениях, которые действительно стратегически важны для украинцев. Речь идет о луганском направлении, о запорожском направлении, юг. Вот это все, это то, где могли бы сейчас оказаться вот эти вот омерзительные вагнеровцы вместе со всем их приданным, где могли бы быть вот эти российские десантники. Так что пусть, что называется, дитя резвится, но резвиться им на самом деле не очень долго. И нужно понимать, что вот в реальности никакого смысла в том, что россияне сейчас делают именно со стратегической точки зрения, просто нет. Они просто сейчас растрачивают свои силы под Бахмутом так же, как они растрачивали ранее эти силы под Илесичанским и Северодонецком. Да, сейчас живой сил в России стало больше. Ну и что? Но эта живая сила не бесконечна. Она тоже истощается. Это моральная деградация этих людей. В среде мобилизованных уже идут жалобы на изнасилование со стороны сослуживцев. Я уже не говорю про ужасающие условия, в которых они там находятся. То есть здесь нужно понимать, что у них есть свой запас прочности, и этот запас прочности не бесконечен. То есть вот эти люди какое-то время посидят, месяц, другой, третий, четвертый, понесут существенные потери, будут существенно травмированы и психологически, и физически. Ну и вот они растратят вот этот свой потенциал на маленькие, незначимые, на самом деле, со стратегической точки зрения города. А, собственно, вот к маю, к маю как раз-таки и подойдет вот та основная мясорубка, которая со стороны Украины уже начнет перемалывать вот этих истощенных вагнеровцев, десантников, мобилизованных и прочую саранчу. То есть задача Украины сейчас правильно сбалансировать силы. То есть в чем баланс? С одной стороны, не дать россиянам продвинуться слишком далеко и заставить их истратить как можно больше сил. А с другой стороны, не потратить собственной силы для Украины. Потому что еще раз, Украине нужны боеспособные силы. Иногда нужно сдать небольшой участок земли. Иногда даже нужно большой участок земли сдать для того, чтобы победить стратегически. То есть здесь нужно уметь видеть наперед. Вот так же, как мы видели наперед ситуацию, когда она складывалась под Северодонецком и Лисичанском. Просто таки ужасно для украинцев. Вот так же мы должны сейчас смотреть. Тогда мы понимали, что зайдут хаймарсы и постепенно ситуация изменится. Постепенно российское наступление выдохнется. Постепенно их тылы будут уничтожены и просто обескровлены. Просто ну вот как это происходит с деревянным домом, который изъедают термиты. Он просто в один прекрасный день рушится. Ну вот точно так же и здесь. Только здесь я, вот скажем так, не стал бы сравнивать украинскую армию с термитами. Но, в принципе, вот технология, которую будут реализовывать украинские бойцы, она по большому счету та же самая. Они будут прореживать тылы противника, они будут прореживать его живую силу. Зайдут GLSDB. Ну, говорят, что зайдут они не прямо сейчас, зайдут через, возможно, полгода к осени. Ну, возможно, это дезинформация со стороны Пентагона для того, чтобы россияне не могли подготовиться. Но неважно. В любом случае GLSDB, как мы уже говорили, это оружие оперативного уровня, которое уничтожит тылы россиян на дальности до 150 километров. То есть это такие, в некотором смысле, дешевые ТЭКМСы с усеченным радиусом действия. Я уже не говорю про западные танки, БМП, которые в огромном количестве вместе, кстати, с артиллерийскими установками сейчас прям будут заходить в Украину. Но, конечно, есть и другой момент. Нужно понимать, что Украине и Западу нужно готовиться все-таки к тому, что Россия сменила тактику. Вот и нужно теперь и Украине, и Западу думать и над тем, как противодействовать именно вот этой тактике малых групп. Что делать? Вот, например, сейчас бойцы в УСУ говорят, что именно для противодействия этой тактике им необходимо очень много минометов и очень много минометных снарядов. Вот этот вопрос сейчас должен срочно решаться. Говорят, что он начал решаться, но я хочу эту тему еще раз поднять. Эта тема невероятно важна. Друзья, давайте сейчас все будем говорить о том, что нужны минометы, минометные снаряды. Разносите вот этот вопрос по всем пабликам, которые вы только знаете. Говорите об этом с теми украинскими чиновниками, которые отвечают за этот вопрос. Давайте попробуем эту проблематику заявить. Давайте будем просить Запад дать как можно больше минометов, минометных снарядов. То есть такого чего-то, что способно было бы уничтожать именно пехоту. Ну вот, например, это могут быть специфические снаряды к БМП. Взгляните сейчас на то видео, которое я вам показываю. Обратите внимание, в данном случае ведется учебная стрельба из автоматической пушки МК-44 Бушмастера в калибре 30 миллиметров на БМП Драгон Страйкер. На видео программируемый подрыв снаряда над окопами. То есть это как раз то, что необходимо будет для выжигания российской стрельбы. Вот такие вещи тоже нужны. Но эта вещь зайдет, понятное дело. Зайдут вот соответствующие противопехотные снаряды к вот таким вот пушкам. Но еще раз говорю, минометы, минометные снаряды это то, что просто must have прямо сейчас. Ну что ж, продором следит за этой историей и будем надеяться, что украинцы как можно дольше продержатся в Бахмуте. Сколько дней, сколько недель они там еще продержатся, точно неизвестно. Ну понятно, что чем дольше, тем лучше. Главное, чтобы у россиян не хватило сил потом идти после Бахмута на такие города как Краматорск и Славянск. Чтобы украинцы быстрее получили бронетехнику с запада до того, как россияне в случае захвата Бахмута смогли бы накопить силы, смогли бы восстановить силы после вот этих тяжелейших боев и соответственно получить возможность идти дальше. Ну что ж, поддерживайте украинскую армию и воюющие в ее составе иностранные легионы, а также при желании наш канал через те ресурсы, ссылки на которые вы найдете в описании к этому видео. До скорых встреч!